Мы потом кобелку подключаем. Я сразу посмотрю. Сейчас посмотрим. Я тут вчера пробовала. Мне запиха плохая на кухне была. Знаете, тихо говорила? Если тихо, он может ещё не возьмёт. Надо погромче. Сейчас посмотрим. Пробует не пробует. Я уже не знаю. Ты там не полностью открыл? Нет. Нет, у тебя нервные. Я его не сужаю. Попробуй. Чего? Сейчас надо пить. Как я сделала? Пробуй, да? Мы уже в один целый вышли, да? В один целый. Я не знаю. Что-то он мне скинул. Я что-то не смотрю. Я что-то не бывает. Он скинулся. Скорости мы посмотрели по катинам 12 часов. Да это вот он. Да я тролль в интернете посмотрела. А иконописство написало. Господи смирно. Иди господи смирно. Да это в интернете. Так, ну что, пробуем. А я... Почему так, когда я нажимала? Когда я нажимала? Вот на эту. Ты на другую нажимала. Надо слева, а ты снова на правую нажимала. Снова на балую. Да? Нет. Чтобы не скаяться, нужно вот этот ночёк нажать. Как мы должны поприветствовать его? Нервно. Так. Всё? Да. Нервно Led SPR. Она делает команду за скушку. Нет, нет ничего. Но это за школой она сделала. Быстро не смотрелось. Мы должны поприветствовать. То есть что! Як itens слушаться? Может, что-то не так? Что-то не видно Вас. Не видно? Мир Вам! Здравствуйте, мир Вам! Давайте подвижками. Нас тут пили подальше. На свидетельствах нет? Я вижу Вас, но у меня с интернетом плохо. Одновременно с закачкой все равно слышно. Нам тоже плохо видно. У нас должны были прийти Геннадий и Николай, но они не пришли. У них должны были быть вопросы. Какие-то искушения не смогли притянеть. Еще многих я пригласила, опять-таки не получилось. Я сейчас хочу с прошедшим днем Татьяну поздравить. Матушку Татьяну. Сергей Парализонов, да? Потом у Вас Татьяна Ивленична, которая у Вас будет болящая. Помоги, Господи! Заболела она, да. И сегодня ровно после Нина. Но у меня тоже... Татьяна Кузьминьична. Ой, Татьяна Кузьминьична, да. С Ниновой мамой Татьяна Ивленична. А это Татьяна Кузьминьична. А, Татьяна Кузьминьична, да. Перепутала немножко, да. Нина Жолун Нерва, да? Вот у Вас там... Жолун Нерва Нина? Да, Нина Жолун. Нина Кузьминьична нашел Нерва. Вот. Ее мы тоже поздравляем. Но у нас Нина не смогла одна прийти. Она тоже в деревню уехала. Вот у нас у меня тут Татьяна. Тоже у меня и дочка Татьяна. У нас одни Татьяны. У меня, наверное, 25 Татьян. Вот. Они именинники. Да поможет ему Господь. Игнат Тихонович, можно я пока... Мы немножко себя волнуемся. Со стиха начнем. Опять Христа распяли. В наше время снова мы Христа распяли. А святые отцы до смерти за Него стояли. Сегодня мы выбираем хлеб, не крест. Спасаемся комфортно, не вставляя с мест. Молитвы по компьютеру читаем. А свою веру православную не знаем. Комфорт, удобство нами управляет. И дух человека плоти покоряет. Сегодня на кострах нас не сжигает. Но планомерно душу расплевают. Повсюду празднуют свободу грех. Нет истинного покаяния у всех. Всего не единицы за истину стоят. Но всех их грязью замарать хотят. Мол, вы раскольники, смутьяны. И только мы вот без изъяна. И тьмо нам преподносит, словно свет. Да в мир зовут, где Бога нет. Силки для душ удобно расставляют. Свободу нашу нагло подавляют. У нас нет права голоса. Лишь слово цыть. Из образа Божьего мы превращаемся в убийц. Детей в утробе равнодушно убиваем. И это зло грехами в мире умножаем. Говорят, что молчанием предается Бог. Но все же многим это невдомек. Своим страстям всегда мы потакаем. А ересь словно и не замечаем. И говорим, а наша хата с краю. Один я ничего здесь не решаю. А вот жили раньше грех Максим И современник Соболев Серафим. Они за истину стояли до конца, Чтоб прославлялась Святая Троица. Да ересь, чтоб исчезла, как туман. И не губила души, как дурман. И часто зло бывает в маске. И дает оно всем улыбки, ласки. Но знаем также мы красивые плоды. Что внутри они, как ядовитые грибы. Пока их не коснулся, была радость. А как все, узнал какая-то гадость. Так, чтобы зла нам не познать, Люди, давайте в истине стоять. Сегодня отсидеться не получится. И говорим, зачем нам раньше мучиться? Как страусом мы прячем голову в песок. И говорим, для нас не вышел срок. Но если воин ты Христов, Не будь рабом мирских оков. За истину стой до конца. Не боясь мученического конца. Будем молиться, каяться, поститься. Чтобы с Богом Христом соединиться. Но чтобы сатане не поклониться. Страх животное человека губит. Но от русливых Бог не любит. Страх Божий изгоняет прочий страх. Да будет имя Иисуса в сердцах и на устах. Ну, учить бы из левых возле Гиенском. Этот написал я имя всего лишь в шестнадцатом году. И недавно как-то нашла его. А читаю, думаю, чей-то стих такой. А пока до конца дошла, думаю, неужели это что-то, как сказать, как там говорится-то, похожее на мой стиль-то. Читаю, читаю. Думаю, не может быть, что в этом мой пошла, в книжки нашла я. Я говорю, надо же, оказывается, он уже давно был напечатан. Вот я к чему хочу сказать. Сейчас у нас получается так. Вот мужчина, который ко мне ходит, один бывший военный, другой как бы МЧСник. Подожди. Вот. Я звоню Николаю и говорю, вы должны были прийти. А он говорит, да вот Геннадий там куда-то пропал, а без него я никуда не хожу. Я говорю, ну а что ты один-то? Нет, я без него никак. Ну, то есть у нас, как получается, как и многие сестры, мы с Тамарой ходим парой. Боятся по одному ходить. Я говорю, я же вас не женить собирается. Вы же бы хотели вопросы задать. Приходите. Нет. Не решился. А я для них вот распечатки сделала небольшие, вот ваши обрадобрития приготовила. Но они не пришли. В прошлый раз, когда они были, принесли мне показать Библию. Но она, я думаю, что 1876 года синодальная, а она оказалась сектантская. То есть там 66 книг. Мы посчитали, сравнили, посмотрели. Вот. Как относиться к ним. Лучше им, конечно, наши приобрести, или как вы думаете? Эту Библию им можно сдать, а правда, Тихоныч? Да. А вы нас слышите? Да нет. Это наши беззадия 11 книг. Но оставляют. А, я слышу. Вам слышу меня? Да, да, да. Вот. Если там все посередине, то почему же отмомать-то? Это хорошее. Мужчина 11 книг не имеет. Даже после половины Библии не будет. Один тысячник будет. И тогда его не бросайте. Угу. Спасибо, Иисус. Игнат Ильич. В прошлый раз я тут Исаия, глава 3, 16 по 25 стих, записывала, ой, зачитывала им. Сказал Господь за то, что дочери Сиону на обмен, ходят подняв шею, ну и так далее. И там речь была о кольцах, серьгах. И вот Николай спрашивал, как насчет греха носить обручальное, венчальное. Венчальное. Ну да, обручальное кольцо. Вот. Как Вы ответите на этот вопрос? А то у него вопрос... Нет, оно к этому не относится. То есть любые... К этому не относится. Носи, но это к украшениям, оно не относится. Оно просто свидетельствует, что это больше ничего. Вот так вот, да. Ну, в принципе, мы так и ответили им. Спаси Христос. Ну так и есть. Угу. Мы еще, конечно... Очень сожалею, что не смогла выйти с ним, вот, как бы в скайп пообщаться. Вот. Смотрю все его ролики. Очень нравится. Очень помогают. Но я думаю, все-таки он воин Христов. Настоящий мученик. Я думаю, он Ваш ангел-хранитель. И даже, знаете, как я привыкла же молиться. Сначала претерия Иакима Лапкина, потом Вас помина, и потом Сергея. А поскольку я Вас нрави, как бы сейчас, получается, по привычке тоже еще все-таки молюсь. Но и за покой поминаю, и в то же время уже и молиться его прошу. Я думаю, тоже все-таки с Богом и помощник, молитвенник наш будет. Вот. У меня почему-то такое вот. Да. Спаси Христов. Я вот хотела сказать насчет благовестия. Вот в больницу мы ходили. Конечно, по-разному всегда бывает. Господь, конечно, помогает. Кто-то принимает. Вот. Очень хорошо мы с Татьяной были, да, Татьяна? Люди слушают. Но они все, конечно, бывают расположены. Вот последний раз я была, мы Вам там скинули. Интересный женщина случай рассказывала. Ну, я же там не все записала. Как... У меня в жизни была знакомая одна татарка. И вот у ней было как в видении, что ли, она рассказывала, что Астана приходил в 12 ночи в образе мужчины, искушал, нападал и душил. Ну, потом она, значит, очень нас читала. Ее научили, как бы, этой молитве и сказали, что нужно принять крещение. Потом я их возила. Ну, при этом, может, двадцать назад там с детьми на крещение. Ну, крещение, конечно, было просто мочение головы, но все равно после этого у нее уже таких нападок не было. И когда я эти случаи рассказала, потому что в палате сидела одна тоже татарка, вот, думаю, как бы для нее, а она тоже слушала, расположена была. И вдруг одна женщина говорит, ну, у меня тоже такой случай был. Но она там подробности не буду рассказывать, очень такой интимный. Скорее всего, это без блуда нападала. Она говорит, у меня тоже был, когда муж был в отъезде, то враг нападал в образ голого мужчины, тоже, говорит, душил. Я говорю, ты в этот момент что происходило? Она говорит, ну, как бы парализовала, сковывала все. Меня, говорит, все сковывала, ничего не могла. Но потом, говорит, я и матом кричала, я и мам, и мам кричала. Очень страх большой. Я говорю, ты матом-то зачем кричала? Ну, не знала, видать. Я говорю, ну, он боится только враг крестного знамения. Вот. Правильно сказал молитвы, Господь сказал, и крестного знамения. Но она говорит, ну, я не знала на тот момент. Теперь, говорит, в этой комнате даже боюсь оставаться-то. Говорит, я говорю, ну, ты пригласи священника освятить комнату. Она говорит, да я освящала сама. Но все равно бы страх остался. И вот хочу сказать, когда Господь дал благодать, это воскресенье, да? Воскресенье были? Или одна была? Не помню. Ты одна была? А, я одна была. Да. Ну, я, значит, очень расположена. У меня там еще знакомая, знакомая одна мама лежала. Вот. Их там много было. И, кстати, там была одна католичка. Это я потом на следующий день узнала. Она больше всех была расположена слушать. Очень такая интересная. Ей 78 лет. Я очень удивилась, когда потом спросила. Вот. Они слушались внимательно. Вроде интерес был. Я тут и стихи им почитала, и Евангелие, и что-то из жизни приводила примеры. Но у нас получилось так, что когда я вышла, Евангелия потом я спросила, почему-то именно от католички не хватило. То ли она отдала. Вроде я всем раздавала. А потом я еще по другим палатам, когда ходила, к ним зашла, всем, говорю, хватило. Потому что там не все же кто-то выходил. И говорят, мне не хватило. Я говорю, а у меня тоже нету. Нет ли у кого еще Евангелия? Нет, они говорят. И в понедельник я решила за нее еще раз поехать. Думаю, жалко мне ее. А она со старого города. То есть, может быть, мы и не встретимся. Вот. Я опять помолилась, собрала, взяла Евангелие. Но поскольку в понедельник там уже их выписывали, многих выписали, значит, и там и суматоха, и не до меня было всем. И потом, также я когда пришла, они, конечно, были благодарны, но та женщина, которая рассказывала, что нападки были у нее в образе бедства, да, я говорю, хотела вам еще один новый стих почитать. Она говорит, да нет, тут нет уже никого. То есть, они уже не хотели принять. То есть, получается, первый раз, когда Господь дает благодать, они принимают, а потом как бы отходишь, то ли враг подходит, начинает работать, то ли что-то с ним происходит. Они переосмысливают и понимают, что, видать, трудно, и уже служить не хотят. И второй раз они были не расположены. Ну, я уже не стала навязывать, я ушла. Вот. Получается, и сейчас вот в храме тоже многих приглашаю, и сегодня звонила. На днях тоже у меня как-то одна сестра здесь была, в ролике там есть, и ей сначала все очень понравилось. Она говорит, я приду, но в этот раз звоню, приходи, мы будем вопросы какие-то будут задашь. Но она уже, знаете как, я так думаю, враг уже поработал, потому что я когда звоню, она говорит, а Игнатий Тихонович, он священник? То есть она уже начала меня искушать. Ну, и я стала говорить, а почему мы спрашиваем? Мы, говорю, себя рядом можно с ним поставить, то есть с вами. Человек, говорю, человек не слов, человек делал, он, говорю, и книги написал, у нее и лагерь, и община. Там столько, говорю, многих дел. Это не просто, как, говорю, люди говорят красиво и слава. Сейчас же в священнице все говорят и проповеди, все говорят очень много, красиво, но дело-то мы не видим. Вот. Мы должны не его, говорю, проверять-то, а себя сравнивать с Евангелием. Какие мы? А живем ли мы по Евангелию? Постимся ли мы? Молимся? Как мы, говорю, спим? Все, говорю, вспомнила вас-то и говорю, нам же надо меньше спать, меньше кушать. Она вроде думала, да, вот я не поощусь. Но она приходила, она, вес она полная, может быть даже, ну, килограмм 90, может даже больше. То есть она признала, да, что она посты не соблюдает. Я говорю, ну хоть поклоны делать, я же не заставляю вас там сто поклонов. Я говорю, три поклончика хоть положить. Ну, то есть, если мы что-то не соблюдаем, мы должны себя проверять. Но вот она не пришла, видать, подумала-подумала. Вот так вот, тяжело с людьми. И я еще хотела сказать, что правильно вы говорите, невозможно создать общину. Все, которые православные уже, которые ходят в храм, они считают, что все, они тоже, как вот всегда, спасенные. Одно причастие, причащается все. Сегодня получилось так, что была одна женщина, вчера на вечерине она была, вот Татьяна мне подсказала. Очень сильное искушение у меня было. Она постоянно полслужбы разговаривает. Я уже на половину службы не выдержала, вынуждена была перейти в другое место. То есть, у нее рот прям не закрывался. Вот. А сегодня, смотрю, она пошла на испыск, к причастию. Вот у нас вот так вот. И сами разговаривают, как бы не молятся и другие мешают. Ну, откуда от них деваться-то? Хочешь, не хочешь. Я пыталась, первый раз у меня такое было. Я нашла, как в поиске святогорец говорит, добрый помысл, да? Вот. Чтобы он мне помог не слышать, когда кто-то разговаривает, а все-таки продолжать молиться. Но в этот раз как бы не получилось. Вроде пыталась молиться, не слушать ее. Но все равно. Она прям рядом стоит. И вот разговоры вот эти вот. Я хотела совету спросить, можно ли в следующий раз будет, например, написать слова Евангелия. Там, женщин да молчит, выписку, да? Например, «Жестят святых» какие-то примеры. Ну, это как небольшое проповедь наставления. И дать ей, или еще там таким же, который разговаривает в храме, чтобы они унесли домой, почитали. Может, чтобы им помогло это. Потому что я же не могу не обличать незамечения дел в храме. Игнать Тихонович, слышали, да? Ну, а почему не сказать-то? Можно сказать, написать и со священником поговорить. И когда они разговаривают, подойди и показать вот так. Вообще. А когда выйдете из храма, тогда скажи. Я в Анталуте говорю, и приходите, и кучей на мозг застрелюсь. Ох, слышно. Да, связь плохая нынче, да? Вы поняли, что он сказал? Да, да, да. Да. А мы сегодня... Сегодня я выставил ролик, когда вы в больнице смотрели? Да. Там, получается, вы вчера еще выставляли... Сегодня я выставил вашу ролик в больнице. Нет. Сегодня-то я вижу, да. Там... Но вчера еще выставляли... Нет. Вчера еще... Я думаю... Вот так, наверное, видно будет. Вот так. Вот так. Славяйся, Гоши, Господи, помилуй и прости. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Твою Сыну и Святому Духу, и ныне пресновалеки веков. Аминь. Слава Твою Сыну и Святому Духу, и ныне пресновалеки веков. Аминь. Со святыми упокой, Христе, души раба Твоего. Идет же ни из болезней печаль, Ни в отдыхании. Слава Твою Сыну и Святому Духу, и ныне пресновалеки веков. Як земляйся, землю отыдеши, А может все человечцы пойдем, На гробное рыдание Творяще петь. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Ну ничего, поддерживать не могу. Царство Небесное. Вечный покой, вечный царство. Господи помяни наших сродников, Лею, Фигу, Наранима, Протари Николая с острова залива, И всех наших сродников. По плоти. Да, по плоти. Господи помилуй, брати, царство, Вовремя, невольное, невольное, Баран, Царство Небесное, Причастие, вечное в Твоих благих. Вечное благо. А нам грешным даст здравие, духовное и телесное, Стоять в истине, в вере. Игнатию Тихоновичу здравие, многое лето, И чтобы враги умолкли. Господи помилуй, помоги, Игнатию Тихоновичу. Постояй Акиму Лапкину. Да помилуй на всех Господь. Слава Тебе, Господи. Слава Тебе. Слава Тебе, Господи. Слава Тебе. Господи, Богослови. Господи помилуй. Я ничего не могу, все время расплакалась вообще. Господи, Богослови. Давайте, встань. Помните. Господи, благослови нам, разумеется, читать Евангелие и толкование, чтобы нам не уклоняться ни в лево, ни в право. Помоги, Богослови. Да, помоги, Богослови. Так, сегодня мы, я хотела, чтобы у нас было крещение, как бы вернуться, у нас Зоя вот первый раз с нами. И чтобы у нас, мы вернемся сейчас. Матфея, третья глава, ты находишься, подсказывай мне. Вот здесь. Матфея, третья глава. Евангелие от Матфея, это апостол Матфея, ты нашла, да? Ты показывай, вот, стих с первого по второй. Вот стих с первого. Я буду читать, а вы будете следить. Все дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Так, остановились, да? Теперь я читаю толкование. Это толкование блаженного Сейфилакта. Ты там... Вот ты слушай. Его нету, ты только слушай. Иоанн послан был от Бога для отвлечения иудеев, дабы они, познав свои грехи, покаялись и таким образом приняли Христа. Ибо кто не сознает своих грехов, тот не приходит в покаяние. Иудеи были горды, посему Иоанн побуждает их к покаянию. Царствие Небесное называет первое и второе пришествие Христа и добродетельную жизнь. Ибо если мы, живя на земле, ведем себя по-небесному, живем без простей, то имеем Царствие Небесное. Так мне интересно, я вчера прочитала вот это. Мы же от Марка читали, а сейчас от Матфея мне так понравилось, так просто, да? Так все понятно. То есть мы должны жить по закону, по Евангелию, по покаянию, да? Раньше закон-то был написан, что здесь Иоанн Претеча. Ты поняла, в каком Иоанне? Он Иоанн Креститель. Иоанн Креститель, Иоанн Претеча. Сейчас там дальше, если есть немножко, там дальше продолжай. Находи, Матфея, 3 глава, 3 стих. Вот, 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 тут же дальше, вот это, Ибо. А, 3 глава, да? Ибо Он тот, о Котором сказал пророк Исаия, глаз выпиющего в пустыне. Тот с маленькой, это Милиц виду Иоанн Крестителя. «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Теперь толкование. Вот смотри, здесь, значит, берется «Приготовьте путь Господу». Что такое путь? Это, значит, называется Евангелие. А стези, то есть прямые стези сделайте, да? Это законы учреждения. Всему, как бы так говорить, будьте готовы к евангельской жизни. «И законы и заповеди творите право», то есть духовно. Ибо прав, то есть дух. Ну, прав тирать, прав, поясняется, право. То есть как, духовно, не по плоти жить, а по духу. А мы, может, все по плоти? Ну да. А по духу? По духу сложно. Вот. И, говорит, все правильно, все о плотском и помышляем-то, да? О духовном. Сейчас вот это от Матфея, здесь вот так кратко сказано, и пояснение. А теперь мы вернемся еще от Марка. От Марка. Там, вот это, вот, посмотри. Вот от Марка. От Марка, первая голова. Это уже от Матфея. Это Матфея, вот наверное, у нее. Вот от Марка. Это уже другой апостол. Да. Первая голова, 9-й. 9 по 11 стих. Вот отсюда. 9 стих. И был в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестил святой Анны в Ордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел разверзающиеся небеса и духа, как голубя, сходящего на него. И глаз был с небес, ты сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Теперь толкование. Блаженному фифилакту толкования. Не за отпущением грехов Иисус приходил к окрещению, ибо греха Он не сотворил. Равно и не для получения Духа Святаго, ибо как могло Иоаннову крещение даровать Духа, когда оно не очищало грехов, как я сказала. Но и не для покаяния идет Он креститься, по Юльку Он был больше самого крестителя. Без сомнения, для того приходит, чтобы Иоанн объявил о нем народу. Так как многие стеклись туда, то благоволил прийти, чтобы засвидетельствовать перед многими, кто Он, а вместо для того, чтобы исполнить всякую правду. То есть заповедь закона. Так как послушание крестящему пророку, как посланному от Бога, было также заповедью, то Христос исполняет и сию заповедь. То есть, как я там, где-то слова есть в Ангелии, да, Он пришел, говорит, я не исполнить, не нарушить, но исполнить закон. А почему многие, говорят, Ветхий закон отрицают? Когда даже сам Господь пришел к Иоанну, послушав его, показав тем, что Он исполняет всякую заповедь. Да? Ну, Он как Бога-человек поступал, поэтому так, как по-человеческой плоти поступает. Дух сходит не потому, чтобы Христос имел нужду в этом, ибо по существу Он в нем пребывает. То есть Дух Святой уже в Иисусе Христе. Но чтобы ты знал, что и на тебя при крещении сходит Дух Святой. Ну, это крещение имеет в виду то крещение, которое один раз в жизни покрестит. При сошествии святаго Духа точится из речной свидетельства. Так как Отец говорит свыше, ну, то есть, как мы перед этим читаем, да, сей и Сын Мой, то, чтобы слышащие не подумали, что Он говорит об Иоанне, что сходит на Иисуса Дух, показывает, что это сказано о Нем. О Нем, в большом буквы, раньше скрытие. Небеса же отверзаются и нам, когда мы крещаемся. То есть, вот повторить, как бы, вот образно представим, да? Вот Иордан, пришло много народу, Иоанн Креститель, и Дух сходил в виде голубя. Вот чего у нас там, Тарапайдар, там поют. Представьте, если бы Дух Святой не сходил в виде голубя-то, то народ-то мог бы и Иоанн Креститель за Господа принять, да? Там бы непонятное было. А так как бы Господь дает видимый знак. Голубь сел именно на Иисуса Христа, а голубь – это как образ Духа Святаго. Ну и глаз, вот и еще. И глаз. Ну тут бы опять как три единства, да? Поэтому и крещение называется Богоявление. Как бы ты свидетельствует. Если бы глаз не было, то голубь один тоже не был. А, а голос – это голос, а я думал какой-то. А голос – это говорил Господь, Бог Отец. Я думал Беложа, я думал Голубь. Нет, голос неба. Представьте, стоит народ, и голос неба – это говорит Бог Отец. Иисус Христос – Сын, потому что Иисус Христос Сам пришел, да? И Дух. Вот она тебе, Троица. А то, что же всех там-то не все же понимают. Они же отрицают. А как же они вот это будут отрицать? Тем более же это не один раз было. А сейчас я немножко вернусь. Мне здесь нравится другое место. Я от Луки. Зуя, какие-нибудь вопросы есть? Вот по крещению, жалко, не пришлось иметь Геннадию Николаевну. Он, как Геннадий, ездил на крещение на жалко-минастерстве. Я бы хотела послушать, что он бы рассказал о крещении нам. Но вот они не пришли, а я даже не знаю. Не знаю, как крестили, не то в церкви, не то в Весбе, не знаю, где хотим. Ты не помнишь, как тебя крестили? Нет, я маник живу. Вы младенчество вообще не помнишь? Я у сестры спрашивала среднего, от которых, не где есть возможность. Таня, в груди. А у тебя есть кто-нибудь, кто помнит, как тебя крестили? Так же с сестрой, если спросить попробовать, не забуду. А у меня телефон, ну как? Тяжелее к ней. Тебе нужно найти родственников. Потому что, смотри, когда ты техник, говорит, по-моему, 64 правило есть такое. В Янском районе. Канона записано. Если человек не помнит, не знает, и нет у него свидетелей, например, при которых он крестился, там же крестников дают. Крестные, мазные. Были, умерли уже. Ну вот, крестные у тебя умерли, родители умерли, да? Да. То есть у тебя неизвестно, кто у тебя и который. Так что я тебе могу спросить, так что с сестрой в Янском районе. Попадаешь под правило, по-моему, там 64 в канонах, то есть ты можешь принять крещение. Но не то вот как помазание, там сейчас два таинства соединяют в одно. Вот помазание, Дух Святого один раз дается, дар Святого Духа, именно в крещении. Это тоже особое таинство. Его не нужно, оно тебе было уже дано. А вот само погружение, само погружение, ты имеешь право опять, ну, у нас существует все. Как сейчас, Роман, вспомним, то есть если у нас. Помнят и помнят, они тебе опять не скажут, если они во время крещения не участвуют. Может и часто, я не знаю, я ей дочерки говорю, гружусь, возрастной дочери гружусь. Это надо точно. И потом, как погружение было? У тебя обливали себя с головы или тебя полностью погружали? У того, что Гнат Ильич говорит, крещение считается, когда полностью погружают, а не когда с головы поливают? У нас в церковь была в деревне, а при мне ее уже с насилием, я видела. Ты бы это не придел, что ли? Как не придел? Вот я сейчас зачитаю от Луки, 17 глава. Ты сейчас тут не найдешь там? От Луки ответил. 20 по 25 стих. Сань. Вы же с прошлым парисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им. Глава какая? Лука, 17. Это помоги иметь. Когда придет Царствие Божие, отвечал им, не придет Царствие Божие приметным образом. И скажут, вот оно здесь или вот там. И вот, Царствие Божие внутрь вас есть. Сказал же там же ученикам, придут дни, когда пожелаете видеть, хотя один из дней Сына Человеческого. И не увидите. И скажут вам, вот здесь или вот там, не ходите и не гоняйтесь, ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блестая до другого края неба, там будет Сын Человеческий день свой. Но прежде надлежит ему много пострадать и быть отвержен Робен Сим. Где-то о Царстве Небесном или о Царстве Божием. О Царстве Божием пояснение. Господь часто в своем учении упоминал о Царстве Божием. Но фарисеи при слухе о нам смеялись над Господом и поэтому приступили к вопросу, когда оно придет, в виде насмешки над ним, как над чудаком, проповедующим о необычайном и странном предмете. Ибо никто из прежде бывших учителей и пророков не упоминал о Царстве Божием. Или, может, имея в уме намерность своей по немногим времени убить его, приступать к нему с вопросом, чтобы им ухануть его и осмеять. Как бы так, говорят, ты ведешь речь о Царстве, когда же наступит это Царствие твое. Ибо наутро ты предан будешь нами на смерть, воздет будешь на кресло и многое иного бесчестие примешь. Что же Христос? Он не отвечал безумно по их безрассудной мысли и безумию. Но оставляет их блуждать. Господь о времени пришествия Царствия говорит, что оно неизвестно и не подлежит наблюдению. Поскольку Царствие Божие не имеет определенного времени, но для желающего присущего всякую пору. Сань, слышишь, да? Да, да, я слышу. Я читаю толкование, я вчера читаю все и вертаюсь к нему, мне очень оно понравилось. То есть, я говорю, все сравниваем, ходим в храмы все, да, о Царстве Божьем никто не задумывается. Мы все туда стремимся, а то, что оно рядом, оно с нами, от нас зависит, да, туда прям быть. Пойдем, пойдем, нет, нет. Да, пойдем, нет, но от нас самих же зависит. Ибо Царствие Божье без сомнения составляет жизнь и устроение себя по образу ангелов. Тогда, говорится, поиск, не Бог царствует, когда в душах наших не находится ничего мирского, но когда мы во всем ведем себя выше мира. То есть, ну, это святые тоже там читают, они поясняют, что бывает ниже человеческого вещества, что по человеческому веществу и что выше. Вот выше человеческого вещества мы не всегда достигаем. Мы либо ниже, как сказка подавляется, все в землю смотрим, да, либо, ну, хотя бы чисто на человеческом уровне, ну, а выше духовного уже ставим снимать. Я опять вспомнила, вот почему, он говорит, часто Бог, вот, помнишь, я проповедовать, когда ходила в больнице-то, девочка шла, и маленькая-то говорит, Бог. То есть, я иду, идет маленькая девочка, увидела меня, я в платке спускаюсь с папой-то, и папе говорит, Бог, а я-то думаю, что же она, это, платок, что ли, у меня, а я в тот день причитился, и ты Христов в тайне. Я говорю, как Господь, вот, здесь они чувствуют, подсказывают, да. А я думаю, это то, что всякая детка была. Нет, я это делала не в одежде, а вот это. Рождество было приклеено к этому празднику, и они его отмечали, тут же с ним вместе, благодаря этому. А вот теперь давайте подумаем, что было. Миссия Христа была, о чем заключалась? В том, чтобы спасти погибших. А когда Христос родился, спасение началось, да, оно началось на Недримах. Еще 30 лет антракт молчания. Бежал в Египет, пришел, проповедовал, и никто не знает. И даже Иоанну было дано знамение, увидишь, на кого голубя, Духа Святого, сходящего, как голубь. Вот, явился на прозу. И с этого момента, вот, с 19-го года, и поля, как у нас принято думать, началась миссия Христа. Благовестие. Благовестие. Запомним это. Христос, уходя из земли, говорит, идите проповедовать Евангелие всей твари. Везде и всюду только об этом. Но уже восхищается, вот, на небо, и говорит, ждите обетована Духа Божия. То есть, это все было только приюдие к главному. 7.37 Евангелие. Она говорит, что жаждет ко мне, иди, пей. Везде, сказала, Духа Святого, которого имели принять, ищем по этой пути реки воды живут. Вот это наиглавнейшее. Во потихе реки воды живут. И чего боялись, ходили, говорили, говорили, но сам не знающий его. Христос воскресло упрекал за неверие. И 3,5 года Христа прошли незаметно для них. Они боялись, спрятались, что совсем не было столько путешествующих его мороз. Написано, мы должны быть во свете, как Он во свете, иметь общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. 1 Послание Иоанна, 1 глава, 7 стих. А к чему тогда это сказано? Вместе на виду, что кровь Иисуса Христа очищает... Нас от всякого греха. А Он умер за наши грехи, Христос. Умер. И вот опустили. И так непонятно. Хорошо. Преступник, он убийца. Явный преступник. Нет, ну он сам себя переступает, и он не... Нет, он не переступил себя. Он перебит их. Христос, перебите ко Христос, и рядом два разбойника. Стоит собой сразу. И они сначала оба распихались над ним. Прибейте. А тогда они говорят, Господи, помяни меня в царстве Твоем. И Господь говорит, денежь и будешь с тобой в бою. Сложно. Это, мне, наверное, еще разки надо. Извините, пожалуйста. Да нет. Вы зачем гамсу просите? Вы можете ответить на вопрос?